Добрый день! Вы смотрите Думскую ТВ. Наша постоянная колонка редактора. Я Олег Константинов. Здравствуйте! События на Думской площади, где неизвестные в кавычках «снесли палаточный городок» и побили активистов, точь-в-точь как пригурвицы в 5-6 годах, это однозначно плевок в лицо общества, которое декларирует свободу мирных собраний и принцип «хоть я с вами не согласен, но умру, чтобы вы могли высказывать свое мнение». Да, инициировал антитрухановский Майдан и платил его участникам известный бизнесмен, владелец рынка. Да, многие противники мэра из известных общественников отказались поддерживать это действие. Да, вели себя протестующие не очень хорошо. Однако силовой разгон протеста, кто бы в нем не участвовал и какие бы цели не преследовал, а штурмовать горсовет они не собирались, откровенный беспредел, который спускать никак нельзя. То, что было нормой раньше, наплевательское отношение к правам и свободам не должно оставаться нормальным сейчас. Конституция, господа, это не бумажка, которой можно, простите, подтираться всякий раз, как приспичит. За Конституцию погибала небесная сотня. Конституцию сейчас с оружием в руках защищают на востоке наши парни. Конституция – это Украина и есть. Та самая Украина, которой мы гордимся и которая стоит того, чтобы за нее бороться. Если за ночными и дневными событиями стоит мэр, он должен нести ответственность, причем уголовную. Однако не стоит забывать и о роли полиции. Той самой реформированной и честной, возглавляемой членом команды губернатора, который уже требует, видимо, забыв о сотнях и тысячах подчиняющихся его ставленнику копов, ввести в город части национальной гвардии, чтобы навести порядок. Где были подчиненные лорд Кипанидзе и Деканаидзе, когда неизвестные громили антитрухановский Майдан? Почему не остановили беспредельщиков? А ведь должны были там присутствовать и оберегать общественный порядок. Круглосуточно. Но не было полиции. Появилось только утром, когда возмущенные активисты в обратку заблокировали мэрию. Тут правоохранители развернулись, оттеснив участников протеста и дав возможность чиновникам попасть в здание на Думской. Вам не кажется странной такая избирательность в деле отстаивания законности? Руханов, само собой, нехороший и неправ по определению. Но ведь у нас есть светоч демократии и реформатор, публично заявивший о поддержке акции. Принципиальный и последовательный. Почему его люди не защитили эту самую акцию? У меня есть всего две версии. Или он договорился с инициаторами разгона, или же ему выгодна дестабилизация в городе, причем неважно какая. Жаль, я был о нем лучшего мнения. Палец себе такого не позволял. Это была колонка редактора на Думской ТВ. Я, Олег Константинов, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин